Марка Хаотай, вернее правильно произносить Хаотай по автомобильным меркам, младенец. Она появилась в 2000 году, но как это часто бывает у китайцев, сейчас это уже очень крупное предприятие. У этой компании уже три завода в Тяньцзине, Шаньдуне и Ордосе, внутренней Монголии. Предприятие в Тяньцзине рассчитано на производство 450 тысяч автомобилей в год. В Ордосе еще 350 тысяч, а также 450 тысяч двигателей и столько же автоматических коробок передач. Начавшие в свое время с отверточной сборки корейских машин, сейчас хаотайовцы могут похвастаться производством полного цикла своей собственной линейки автомобилей. Вот оно, китайское чудо в самом ярком своем проявлении. Сейчас большинство китайских производителей правдами и неправдами пытаются отделаться от амплуа-плагиаторов. Тем не менее, хаотай, видимо, это не смущает. Посмотрите на Bolliger в профиль. Здесь дизайнеры умудрились совместить Hyundai Santa Fe предыдущего поколения и Porsche Cayenne. Задняя оптика практически в точности повторяет немецкую машину. А спереди нашлось место не только для декоративных решеток а-ля Porsche, но и для решетки радиатора от Jaguar. Внешняя схожесть с Santa Fe не случайна. В основе китайского кроссовера лежит именно корейская модель. Разумеется, речь идет о платформе. Наследие плодотворного сотрудничества с Hyundai на заре своего существования. Если посмотреть на первые модели компании, то это были внедорожники Santa Fe первого поколения. Для внутреннего рынка только с шильдиком HTM. Bolliger, конечно, уже имеет собственные кузовные панели и переработанную техническую составляющую. Причем довольно ощутимо. В интерьере тоже, конечно же, без труда узнается Porsche. Но, к сожалению, ни качество материалов, ни, собственно говоря, качество изготовления до немецкого не дотягивают. Ну, давайте рассмотрим поподробнее. Если смотреть на саму переднюю панель, то мы увидим здесь такую красивую строчечку и достаточно неплохую фактуру. Весь пластик, весь интерьер решен в коричневых и рыжих тонах, что должно придать некого благородства и дороговизны этому интерьеру. Но, тем не менее, на самом деле все это обман зрения, потому что даже вот эти элементы, которые имеют прострочку, на самом деле являются формованным полиуретаном. Сама центральная консоль и вовсе выполнена из жесткого пластика. К сожалению, не самого лучшего качества. Качество подгонки деталей тоже я бы не стал называть идеальным. Те накладки, которые мы видим здесь серебристого цвета, это тоже крашеный пластик, абсолютно не алюминий. И, конечно же, массивная центральная консоль с огромным количеством клавиш, которые, по большому счету, в большинстве своем отвечают за работу мультимедиа-системы. Причем все эти клавиши, собственно говоря, дублируются на самом большом дисплее, который является сенсорным. Поэтому управлять магнитолой можно при помощи нажатия либо на дисплей, либо при помощи нажатия на клавиши, которые находятся вокруг магнитолы. Но здесь есть разъем для компакт-дисков. И плюс к этому здесь есть внешние входы. Если мы посмотрим в основном меню, то мы здесь увидим целых два USB-разъема. Причем один из них находится на самой центральной консоли, второй находится в бардачке. Тоже весьма необычное решение. Разъем находится на проводе, то есть можно подключить какое-то устройство или, допустим, внешний диск, и положить его в бардачок. Как видите, длины провода хватает. И точно такой же провод еще есть для подключения внешних источников звука, то есть так называемый разъем AUX. Ниже мультимедиа-системы находится блок климат-контроля. Руль имеет всего лишь клавиши управления круиз-контролем. Здесь есть выштамповки под какие-то еще клавиши, по всей видимости, под управление, например, магнитолой телефоном. Но, тем не менее, здесь такой функции нет. Кстати, есть еще один интересный момент. Мультимедиа-система может связываться с телефоном по протоколу Bluetooth, но при этом это может быть использовано только для воспроизведения аудиофайлов. Но разговаривать через систему, через мультимедиа-систему, то есть пользоваться функцией hands-free, такой возможности нет. Приятно удивило то, что в солнечных козырьках находятся косметические зеркала с подсветкой, такой некий намек на премиальность. А также на потолочной панели находится огромный, весьма, кстати, симпатичный блок, который выводит информацию компаса электронного, барометра и альтиметра. Причем в случае необходимости, если вам, например, он мешает по свету, вы можете выключить его подсветку, и он вам не будет мешать, например, в темное время суток. Что касается сидений, выглядят они, в принципе, особо не затейливо, но они кожаные, в принципе, достаточно грубая кожа, надеюсь, что это кожа. Центральная часть на вид кажется, что перфорированная, не уверен, что это так, но тем не менее. Что касается профиля, ничего особенного они из себя не представляют. Есть какая-никакая боковая поддержка, более-менее удобное кресло, и, разумеется, как на многих автомобилях китайского производства, здесь, конечно же, установлены электроприводы сидений. А вот на заднем ряду ничего особенного нет. Ни какого-то хитрого оснащения, ни каких-то особых отличительных черт. Диван, по большому счету, в принципе, удобный. Единственное, немножко удивляет, почему сами подушки завалены так сильно назад. Но сидеть, в принципе, комфортно. Несмотря на то, что диван отформован под двух человек, здесь с легкостью уместится и три. Тем более, что здесь нет высокого центрального тоннеля. Он есть, но небольшой. Поэтому сидеть здесь втроем можно вполне удобно. Радует то, что есть регулировка угла наклона спинки. Делается это не совсем удобно, но, тем не менее, настройка есть. Есть, разумеется, и подлокотник с двумя подстаканниками. Ничего особенного. Что касается багажника, то здесь Bolliger особо ничем не удивил. Массивная дверь без электропривода. Сам багажник довольно-таки вместительный, большого объема, правильной формы. Отделан пластиком, есть велюровый коврик. Если мы его отбросим, то под ним увидим огромный пластиковый люк, под которым скрывается не очень глубокая, но, в принципе, нужная ниша. По бокам есть тоже небольшие ниши для инструмента. Также отделаны велюром. Есть полочки, крепежи, крючочки. И даже нашлось место для динамиков. Правда, зачем они в багажнике, не совсем непонятно. Но они есть. Сидения складываются по частям в соотношении 40 к 60. Так что проблем с перевозкой багажа в Bolliger, я думаю, точно не будет. Технические характеристики. Хаутай Bolliger. Габариты. Длина 4618 мм. Ширина 1754 мм. Колесная база 2620 мм. Дорожный просвет 172 мм. Объем багажника от 690 до 2100 литров. Двигатель бензиновый. Объем 1796 кубических сантиметров. Мощность 160 лошадиных сил при 5500 оборотах. Крутящий момент 215 ньютонов на метр при 2100 оборотах в минуту. Коробка передач механическая, 5-ступенчатая. Привод передний. Разгон до 100 км в час занимает 10,6 секунды. Средний расход топлива 10 литров на 100 км. На самом деле в эту небольшую бочку дегтя хотелось бы все-таки добавить и меда, потому что повод на самом-то деле есть. Хаутай, в отличие от большинства своих китайских собратьев, удивил неплохой управляемостью и приятным поведением на дороге. Во-первых, двигатель. Здесь установлен мотор объемом 1,8 литра с турбиной и с промежуточным охлаждением. В основе своей это мотор ровер, как это ни странно, потому что большинство китайских производителей устанавливают моторы лицензионные либо Toyota, либо Mitsubishi. В данном случае здесь установлен мотор ровер, но с китайской доработкой, с китайской настройкой и установкой турбины. Конечно же, с этого двигателя можно было бы снять и побольше, чем 118 лошадиных сил, но, как это ни странно, этого двигателя вполне хватает для такой большой и тяжелой машины. Возможно, в этом есть и определенная заслуга коробки передач, потому что здесь тоже, на удивление, для китайского автомобиля неплохо подобраны передаточные числа. Но, так или иначе, и на трассе, и в городе двигатель тянет очень даже неплохо. Причем, приятно и то, что у него нет характерной турбоямы, и он довольно неплохо тянет с достаточно низких оборотов, примерно с 1200 оборотов. То есть, характеристика, можно сказать, практически дизельная. Разумеется, мотор все-таки любит большие обороты, как ни крути, это турбированный бензиновый мотор, поэтому, в общем-то, если хотите адекватного и серьезного разгона, то лучше всего, конечно, выкручивать его. Но, тем не менее, выкручивать его больше 3500, большого смысла нет, поскольку после 3500 он, в принципе, уже не так сильно разгоняется. И, в общем-то, кроме как шума в салоне, вы больше ничего не получите. Что касается подвески, здесь тоже довольно-таки все неплохо, поскольку Bolliger – это автомобиль с несущим типом кузова. И у него установлена независимая подвеска всех колес, причем многорычажная. Ну и, как следствие, машина действительно вполне неплохо управляется, адекватно, в меру жесткая, в меру валкая, все в меру. Ну, так скажем, видимо, это максимум, что можно было сделать инженером из автомобиля с высоким центром тяжести и с большой массой. Что касается проезда дорожных неровностей, то, конечно, они в салоне чувствуются, но это не катастрофа. Единственное, что я пожелал бы этой машине – это чуть больше энергоемкости, поскольку, как ни крути, но это все-таки кроссовер. В связи с тем, что Bolliger не оснащается полным приводом, да и, в принципе, плохо подходит под описание какого-то внедорожника, не думаю, что стоит на этой машине соваться в какой-то серьезный оффроуд, хотя геометрическая проходимость у него относительно неплохая. Если не считать довольно больших передних и задних свесов, то клиренс большой, машина все-таки в основе своей является почти внедорожником, поэтому для того, чтобы забраться на бордюр, для того, чтобы выехать из занесенного снежного двора, с парковки, например, этого более чем достаточно. В принципе, я думаю, этого потенциала хватит вам для того, чтобы съездить на природу, на пикник или на рыбалку. Вполне возможно, что перед этой машиной других задач особо стоять и не будет. Тем более, как показывает практика, на самом деле суровые внедорожники редко пользуются спросом, даже в нашей стране это все-таки такие довольно-таки специфичные автомобили, поэтому кроссоверы, тем более переднеприводные, это как раз та самая львиная доля кроссоверов, которая приобретается в нашей стране. Если честно, то хотелось бы и чтобы шумоизоляция в машине была чуть-чуть получше, потому что на данном автомобиле установлена шипованная резина, и если ехать по сухому асфальту, то звук от нее очень хорошо слышен. Хотя, в общем-то, не могу сказать, что и двигатель очень сильно на ящев, или какие-то дорожные шумы уж слишком. В принципе, до 100 километров, 110, можно вполне спокойно разговаривать в салоне. Рулевое управление Рулевое управление тоже, в общем-то, неплохо настроено, несмотря на то, что здесь гидроусилитель, не электро, который все-таки сейчас все больше и больше устанавливается на современные автомобили. Он не прикусывает производительности насоса, вполне хватает, хотя, опять же, китайские автомобили часто грешат именно этим недугом. Неплохой руль, в меру длинный, конечно же, он не острый, не как у BMW, например, но при этом, в общем-то, вполне информативен, у него есть нормальная обратная связь. В общем, как я уже сказал, в общем и целом, по ездовым впечатлениям, машина производит куда больше положительных эмоций, нежели при взгляде на нее снаружи, либо при созерцании интерьера. В связи с тем, что весь этот антураж, который есть в салоне, то есть это отделка и некий такой налет премиальности, во всяком случае, заявка на него какая-то, ожидаешь от этой машины наличие каких-то электронных систем, но их здесь, к сожалению, нет. Приходится довольствоваться разве что камерой заднего вида, кстати, с неплохим изображением и низким искажением, и, в общем-то, системой ABS и системе помощи при экстремном торможении. Вот, в общем-то, и все. Нет здесь ни системы стабилизации, ни трекшн-контрола, ни каких-то помощников на бездорожье, но, с другой стороны, я знаю мало китайских автомобилей современных, которые могут похвастаться такими опциями. Вот, пожалуй, и все. Надеюсь, было интересно. Это была программа «Тест на драйве» и я, Максим Послушенко. Как всегда, до новых встреч и новых автомобилей. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok